Фильм «Елки-палки» – это мое третье обращение к замечательной литературе Василия Макарыча Шукшина. Крещение состоялось непосредственно у самого мастера, у самого Василия Макарыча, это еще в том далеком 1968 году, в фильме «Странные люди». На роль, он меня утвердил, Васьки Чудика практически без проб, человек странноватый. Но потом я заметил, что во всех рассказах Василия Макарыча герои его как раз они странные люди. Он их очень любит, автор, хотя они подчас, и общество их, может быть, не сразу принимает. Они понимают, что это очень хорошие, это очень высокопорядочные даже люди. Просто они к жизни имеют свой взгляд, свой мир. И они живут в этом мире, и не предают его, что самое интересное, так как они видят этот мир. Таков и герой мой в фильме «Елки-палки» Николай Николаевич Князев. С одной стороны, кажется, ну что ж он не дает спокойно людям жить-то, ну что ж он их мучает своими мыслями о переделке государства. Потом это слово называлось перестройкой, если вы заметите. Заметите, почему эту картину и стали часто показывать на экранах по всем практически каналам, что он очень соответствовал духу времени. Василия Макарыча уже давно не было в живых, а его герои были живы. И мысли их, и о государстве, и об устройстве общества, подчас спорные, подчас ошибочные, но они все направлены, они все очень добрые, они имеют добрую цель сделать нашу жизнь хоть немножко, но лучше. Чтобы мы относились друг к другу повнимательнее, чтобы мы научились слушать друг друга, слышать друг друга. Трудно, говорят, жить с открытыми глазами. Чужую боль видеть и не принимать участие, это, наверное, подлость. Василий Макарыч прожил жизнь, он и сам-то был как раз из странных людей. Для него чужого горя не существовало. И он сейчас подчас поступал так, как многим бы, наверное, показалось, что он неправильно что-то делает в этой жизни. Похитрее бы надо было, поберечь бы здоровье свое. Отнюдь нет. Василий Макарович вклинивался в эту жизнь. Случись беда у старушки или у ребенка. Если мог, на моих глазах практически мало знакомы людям. Если он мог, то он помогал даже и материально. Но уж если морально надо было поддержать, то здесь лучшего психотерапевта, я думаю, природа не создавала. Каким был Василий Макарович Шукшин. И его творчество очень притягательно. Еще при жизни его я второй раз участвовал в фильме по его сценарию. Это был фильм «Земляки», где играл главную роль Сеньку-пулемета. Тоже очень странный человек. Очень много говорит. И этим сам же себе и вредит. Он говорит громадными монологами, изобретательно. Рассказывает свои суждения окружающим о жизни. И о действительности, о проблемах, которые его окружают. И даже о своей любви. Не все хорошо у него получается в этой жизни. Но тем не менее, это очень чистый человек. Так же, как и мой герой в картине «Елки-палки» Николай Николаевич Князев. Очень-очень странный персонаж. И пока на Руси таких персонажей не перевелись, Русь будет жива. В это верил Шукшин. Во след за ним в это верю и я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...